А мы продолжаем удивлять нашу героиню. Люда, а как ты думаешь, можно ли одновременно рисовать десятью кистями? Я даже не знаю, сдрудняюсь сказать. Мне кажется, за гранью фантастики, правда, да? Но сейчас я тебя познакомлю с человеком, для которого эта самая фантастика уже давно стала реальностью. Да. Серж, здравствуйте. Здравствуйте. Удивляйте нашу героиню. Тут не так уже прямо это все фантастично, оно выглядит так вот круто, да? Но в целом каждый художник может так научиться рисовать. Это техника десяти кистей, правильно? Да, совершенно верно. Серж Филингер, художник-изобретатель, основал технику десяти кистей, после чего даже попал в учебники по изобразительному искусству. Любит гранат, который часто изображает на своих картинах. Мечтает отправиться на пленэр в космос. Сейчас я могу показать на примере такого простого яблока, как-то все делается. Для начала нужно надеть те самые кисти, да? Да, конечно. Процесс надевания так называемых напальчников – самый настоящий ритуал. Кстати, у Сержа они появились совсем недавно. До этого художник крепил кисти с помощью обыкновенной изоленты. Сделать это самому невозможно, из-за чего приходилось постоянно просить помощи у посторонних. Есть очень много фишечек, которые одной кисти как бы, ну, тоже не сделаешь. То есть, например, когда одной ведете, да, а вторую так вот, как штрихом снимаете. У каждого пальца свой почерк. Поэтому все мазки неповторимы, а вместе они сливаются в одну симфонию цвета. Кстати, именно музыканты уже давно пришли к тому, чтобы одновременно использовать все десять пальцев. Техника Сержа – естественный процесс эволюции в изобразительном искусстве. А у нас на бумаге тем временем появилось сочное яблоко. 20 часов будешь сейчас делать. Я начну, да, и начнешь прописывать вот траву таким образом. И самое главное… С даже 10, да? И самый главный совет – ни о чем не думай. Отключай мозг, и тогда у тебя точно получится. Сейчас руки нашей героини превратятся в настоящие крылья бабочки. Ведь когда художник рисует сразу 10 кистями, это больше напоминает порхание мотылька. Невероятное ощущение. Не представляю, как я сейчас буду вот это вот делать. Безумство такое. Док искусства – это и есть, по сути, безумство. Пока Серж руководит руками нашей Люды и помогает ей делать первые мазки. Но это только пока. Вот, ну попробуй, короче, трава-то представляешь, что такое трава. С волшебства, как вот сразу 10 рисовать. А ты вначале попробуй, ты их сомкни. А, даже сомкнуть? Да, а потом вот разводи в сторону немножко. Видишь, оно параллельно смешивается, и получается очень приятные оттенки такие. Вот, добирай краску. Вот, может, все, сама попробуй помакать. Подожди, а вот обязательно, например, если здесь был зеленый, сюда вот, ну, именно в зеленую палитру, или можно… Ты смотри, если у тебя, допустим, пример был красный, а здесь желтый, например, да, то и можешь, как бы, смешать, да, ну, конечно, можешь менять. Мазок за мазком, и вот уже яблоко оказывается на яркой поляне, где среди травы затерялись васильки, одуванчики, маки. Вот так и ведешь, и вот так снимаешь. Не знаю, что-то не получилось. Нет, ну это намного сложнее, чем… Ну, опять же, конечно, это надо тоже приноровиться, потому что вначале я, в основном, как бы, тремя работал, с пятью, потом с десятью. Как бы людям советую обычно сразу, допустим… Это воспринимать нужно цвет, который у тебя на кисточке. Ты должен это помнить, это должно работать. Да, вначале людям я советую обычно начинать с двух пальцев, да, но на разных руках. Таким образом, получается, гармонизируются оба полушария мозга. Вот так вот мы же хотели расширить творческие горизонты Людмилы. И, похоже, у нас это получилось. Что нам скажет специалист, профессионал, как оценишь? Она чуть-чуть была зажата, а потом как раз-таки разошлась, мы это видим. То, что и надо, когда она перестала практически оценивать каждое свое действие, и тогда уже ее тело вело именно то, что ей нужно для живописи настоящей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова